Итак, после каждого крупного дождя, грунтовые дороги в строящемся Санниково разбивают дожди и снег, порой полностью отрезая жителей от внешнего мира. Мы не можем выехать в основную часть села, не можем выехать на федеральную трассу, потому что отсутствует покрытие в меняемой дороге. Нижнюю часть затапливает, а верхняя часть превращается в грязь, по которой автомобили не могут подняться. Затруднен серьезно проезд и пожарных, и скорой помощи, оперативных служб. Конечно, затруднен, мы по поводу этого сильно переживаем. Дети не могут выйти в детский сад и в школу. Эту часть поселка начали застраивать еще 10 лет назад. За это время вопрос с дорогой так и не решился. Хотя с каждым годом население популярного у новоалтайцев и барнольцев поселка растет. И к 2021-му жители хотят заасфальтировать уже 4 улицы, в первую очередь западную. Она ведет от подстанции и проходит артерии, главное, через все улицы. Так как она наиболее проездная, и эта, скажем так, дорога, она, на мой взгляд, порядка 9 месяцев просто непригодна к эксплуатации. Потому что на ней образуются очень высокие колеи, там порядка 30, наверное, даже сантиметров грязь. И не то, что там проехать, там пройти невозможно. А общая протяженность дорог, которую бы люди хотели построить, около 5 километров. В администрации Первомайского района пояснили, за счет муниципального бюджета такую протяженность не заасфальтировать. Но это возможно, например, при участии в конкурсе. Есть проект поддержки местных инициатив, такая программа в Крае. Крае дает порядка 1 миллиона рублей, небольшое сантимирование сельского совета, плюс, а также собственное средство граждан, анициативная группа, которая с этим проектом заявится. Кстати, и по этой программе в Крае построили уже 33 дороги в Троицком, Косихинском, Залесовском и других районах. В том же Санниково в 2020-м провели освещение. Для Барнаула проблема дорог тоже близка, причем дорог уже построенных. Проблема с дорогами не только в Санниково. В Барнауле улице Гридасова стала причиной многих жалоб сотрудников специальных служб, пожарных и скорой помощи. Ямы и Рытвины мешают проезду. Дорога адская, я вам скажу, ребята. Особенно, когда у пожарников, прорывая здесь трубу, вода вот от той лужи, от большого столба, до сюда стоит. Жильцы, пожарные, медики жалуются на этот участок годами. Видимо, остается ждать, когда сюда придет программа безопасных и качественных дорог. А в Пермамайском районе уже на днях планируют начать разговор с администрацией об участии в программе местных инициатив. Надеясь, что осень будет суше и в школу не придется добираться вплавь. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.